Добрый день! Хочу познакомить вас с сайтом для создания презентации Prezi. В поисковой строке набираем prezi.com и выбираем самую верхнюю строчку. В правом верхнем углу. Если вы уже зарегистрированы на этом сайте, вы выбираете Login, если нет, то выбираете GetState. В верхнем поле вводите свое имя, во второй строчке фамилию, затем вашу почту. Лучше всего использовать Google почту, потому что с Google почтой Prezi работает лучше. И дальше вводим пароль. Нажимаем, что мы не робот и соглашаемся с тем, что мы старше 13 лет. Выбираем Continue. Так как я уже зарегистрирована, я выбираю Login и попадаю на свою страничку. Для примера покажу вам презентацию, которую мы сделали с учениками. Для того, чтобы посмотреть презентацию, нажимаем на три точки и выбираем значок проигрывателя. Тема нашей презентации была «Герои английских сказок». И вот что получилось у ребят. «Краткое описание любимого героя» и подборка фотографий или сюжетов из мультика. Затем «Краткое описание следующего героя». И здесь ребята подобрали зарисовки разных художников, как они по-разному видят дюймовочку. «Краткое описание героя». И описание еще одного героя. Для того, чтобы создать новую презентацию, возвращаемся в начало. Нажимаем на плюсик. Убираем Presentation. И нам предлагают готовые шаблоны. Я хочу попробовать самый первый, самый простой. Сейчас он загрузится. И можно будет посмотреть, как будет выглядеть наша презентация и как будут выглядеть переходы со слайда на слайд. Вот как будет выглядеть презентация и все переходы. Если нам понравился данный шаблон, мы нажимаем на синюю кнопочку. И нам сразу предлагают ввести название презентации. Я хочу создать презентацию «Как провести каникулы с пользой». Я уже пробовала создавать такую презентацию, поэтому он мне предлагает такое название. Далее мы выбираем, кто сможет увидеть нашу презентацию. Люди, с которыми я поделюсь этой презентацией или все пользователи. Выбираем все пользователи. Дальше. Для того, чтобы нам вводить текст на русском языке, сверху название презентации. Вот здесь мы выбираем «Buddy» и рядом мы выбираем «Open Sans». «Buddy» и «Buddy» и «Buddy» и «Buddy» и «Buddy». Тогда мы сможем вводить текст на русском языке. «Buddy» и «Buddy» и «Buddy». так как эта презентация для детей или про детей хочется сделать ее немножко поярче для этого выбираем текст нажимаем на три точки выбираем цвет текста я хочу такой название тоже сделаем немножко поярче нажимаем на три точки выбираем наберем такой дальше здесь напишем полезный совет дальше нажимаем enter и выбираем следующий слайд который будем редактировать полезный совет И здесь вводим «Каникулы». Картинку мы можем оставить эту, можем выбрать какую-нибудь другую картинку, или можем загрузить новую картинку. Мне понравилась такая картинка про «Каникулы», я выбираю ее. Можно немножко подвинуть, и вибрационность, которая нам подходит. Нажимаем «Сторону» и у нас появляется. Дальше редактируем каждый слайд. Здесь вводим немножко вернуться. Сначала введем название слайдом. Здесь я хочу сказать про чтение. Черный цвет видно плохо. Поэтому выбираем что-нибудь полегче. Дальше, чтобы говорить именно про чтение, нажимаем здесь два раза кнопку «Машки». И вводим ножницы. Я нашла полезные советы в интернете, выбрала те, которые понравились именно мне. Потому что некоторые, мне показалось, не подходят по возрасту. Некоторые подходят всем детям. Копируем. Копируем то, что мне нужно. Для того, чтобы вставить, нам нужно нажать кнопочки «Контур», «В». Появляется текст. Как вы видите, вторая рамочка у нас спряталась за текстом. На нее нажимаем и перетаскиваем в нужное нам место. «Контур», «В». Здесь тоже можно ввести какой-то текст. Точно так же копируем и нажимаем «Контур», «В». Так, он упорно переключает. Этот слайд готов. Нажимаем «Интер». Возвращаемся к главному слайду. Дальше я хочу сказать про иностранные языки. «В». 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 «Он». «В». «В». Точно так же опять копируем и нажимаем на Ctrl-V, чтобы вставить. Текст у нас опять спрятался, притаскиваем его в нужное место и вводим информацию. Возвращаемся на главный слайд и теперь, допустим, я хочу сказать про спорт. Возвращаемся к нам. Нажимаем, чтобы вставить Ctrl-V. Теперь смотрим, что у нас получилось. Сама презентация здесь мне кажется слишком тёмной. Возвращаемся к нам. Теперь нажимаем сверху кнопочку Present и смотрим, что у нас получилось. Как перевести каникулы, используем урок каникулы. Полезный совет. Вот такая презентация у нас получилась. Всё, что мы делали, сохраняется автоматически. То есть ничего сохранять не нужно. Если я сейчас зайду на свою страницу, обновлю её, то эта презентация уже здесь появится. Вот моя презентация. Чтобы её редактировать можно нажать на карандашик. и сделать какие-то изменения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...